Согласно сообщениям в интернете, на пограничных пунктах наблюдается значительное увеличение количества женщин из Таджикистана, стремящихся попасть в Россию. По неподтвержденным сведениям, за последние несколько дней границу пересекли более 17 тысяч женщин. Причиной тому является принятие властями Таджикистана закона о запрете на ношение хиджабов и никабов местными жительницами. Запрет касается и традиционных для исламистов ваххабитских бородок. Обсудим все это в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Несмотря на то, что Таджикистан является мусульманской страной, там неоднократно запрещали ношение хиджабов и бород без усов. В попытке искоренить чуждую народу моду, приверженцев радикального ислама подвергали публичному бритью и снятию паранджи, а также штрафовали. Проводились также разъяснительные мероприятия с населением. Например, на входе в государственные учреждения, такие как школы, детские сады, поликлиники и больницы. Дежурные почти всегда останавливали женщин в хиджабах и заставляли их завязывать платок по старинному. В итоге власти пришли к выводу, что такие меры не решают проблему и с 20 мая в Таджикистане законодательно полностью запретили ношение данной одежды. Ярые исламисты не намерены отказываться от своих убеждений и нашли выход переезд в Россию. Несмотря на то, что в России не все довольны увеличением числа женщин в никабах на улицах, закон не запрещает ношение такой одежды. Учитывая значительное количество таджиков, проживающих в России, они, вероятно, рассчитывают на поддержку своей диаспоры в случае конфликта. 17 тысяч женщин – условная цифра, так как каждая семья, как правило, многодетная. Поэтому матери часто приезжают вместе с детьми. По данным Института социологии Российской академии наук, в России постоянно проживают около 3 миллионов таджиков, в то время как население Таджикистана составляет около 10 миллионов человек. Простой арифметический расчет показывает, что в Россию переехала треть населения Таджикистана. Если учитывать еще и нелегалов, итоговая цифра может превысить половину населения страны. В России разгорелась серьезная дискуссия между духовным управлением мусульман и светским обществом, возглавляемым депутатами, о целесообразности запрета ношения никабов. В стране мусульманское духовенство требует от властей доказательств связи никабов с экстремизмом, что вызывает недоумение, так как все террористы с закрытым лицом выглядят одинаково. Кроме того, никабы представляют собой удобное прикрытие для преступников. Недавно в Алжире задержали группу наркоторговок, которые под паранджой оказались загримированными чернокожими мужчинами, выдававшими себя за белых женщин. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее выступил с инициативой запретить ношение никабов. Эта религиозная женская одежда, полностью скрывающая лицо и оставляющая открытыми только глаза, создает напряжение в обществе и вызывает проблемы с точки зрения безопасности, так как идентифицировать человека становится чрезвычайно трудно. Против инициативы выступили те, кто то призывает не обострять ситуацию, но опросы показывают, что большинство людей поддерживают запрет никабов в России. Юлия Банишевская также высказалась в поддержку запрета, объяснив его необходимость. Она отметила, что никабы ассоциируются с радикальными течениями и экстремизмом. Ношение такой одежды запрещено во многих странах, как христианских, так и исламских, включая Египет, Тунис, Индонезию, Марокко, Таджикистан и Узбекистан. Эти страны ввели запрет на никабы, что делает их привлекательными для радикалов, которые стали персонами нон-грата на своей родине. Давайте, отбросив эмоции, порассуждаем в чистой юридической плоскости. Граждане России, иностранцы, пребывающие на территорию России, равны перед законом. У всех есть определенные прописанные права и обязанности. Никто не должен быть ущемлен ни по какому признаку. Возьмем никабы, которые полностью скрывают женское лицо. И как в таком случае работает система, например, идентификации и распознавания лиц. То есть гражданку без никаба она распознает, а гражданку в никабе нет. Значит, получается что? Женщина с полностью закрытым лицом может делать всякие не очень законные дела и при этом может быть неузнаваемой системой распознавания лиц. О каком равенстве перед законом можно говорить? А в нашей же стране почему-то очень толерантное отношение ко всей этой атрибутике. Народ требует равенства перед законом, и оно безусловно должно быть. Кроме того, Россия – это не религиозное государство, это светское государство. И любые религиозные нормы, тем более радикальные, навязываемые этими самыми диаспорами, которые чересчур сильно укрепились в России. Любые такие нормы противоречат сложившейся практике и нашей истории, культуре и законодательству должны тоже противоречить. Кто хочет носить никаб, пожалуйста, отправляйтесь в исламские страны и носите там никаб, где это никого не смущает, заявила эксперт. Осознавая сложности в обеспечении безопасности граждан под давлением радикальных мусульман, которые утверждают, что форма одежды не влияет на преступность и духовенство, которое не видит в никабах угрозы, депутат Босдумы Михаил Матвеев предложил возможное решение этой проблемы. Будем ставить вопрос в наше время высоких рисков террористических угроз о запрете на любые предметы, скрывающие лицо, в общественных местах, кроме медицинских масок и спецодежды при исполнении. Плевать, религиозная она или антирелигиозная. Никаб это тыква или маска Гая Фокса, написал парламентарий у себя в Телеграм. В предлагаемом законопроекте не будет никакого религиозного контекста. Вместо этого он будет содержать только светское требование обеспечивать безопасность и иметь возможность устанавливать личность в общественных местах. Оставим надежду на то, что данный закон будет ратифицирован и в России. Если террористическую опасность никабов признали в Таджикистане, то и мы должны это сделать. Недавно появилась информация о том, что в России разрабатывается законопроект, разрешающий региональным властям запрещать никабы. Законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать ношение никабов в общественных местах, готовится к внесению в Госдуму. Согласно информации СМИ, депутаты предлагают дать образовательным учреждениям право вводить подобный запрет. В пояснительной записке указывается на необходимость ограничения ношения одежды, которая скрывает лицо. Важно заметить, что отдельные меры не влияют на общую ситуацию с мигрантами. Безусловно, работа правоохранительных органов приносит плоды, однако, справедливо говоря, их усилий недостаточно. Одно из возможных решений в области миграционной политики может стать запрет на въезд для семей мигрантов. То есть, работник приезжает один и работает в определенном регионе, без права передвижения по стране. В целом, в России набирает силу группа сторонников жесткой миграционной политики. Сюда входят Аксенов, Бастрыкин, Толстой, Золотов и другие влиятельные личности. Они открыто выражают свою позицию и предлагают решительные меры по ужесточению миграционной политики. Вот как эти события комментируют люди в социальных сетях. Больше всего насмешило, религиозные лидеры просят власть доказать, что никабы несут опасность. Они там вообще берега потеряли, удивляется Михаил. Зачем пускают в Россию такое количество женщин, они тоже незаменимые специалисты. Нам нужны рабочие и ненужные в семье, комментирует Елена. Главное принять один закон, визовый режим и вахтовый метод. Остальные вопросы сами отпадут. Депутаты себе проблемы создают, не решая эти вопросы, считает Лариса. Мусульманский Таджикистан запретил хиджаб, а православная Россия никаб не может запретить. Пять баллов. Пишет Виктория. А может все-таки они едут за пособиями и лучшей жизнью? В России для них халява на блюдечке всегда. Пишет Ольга. Главные из мусульманских стран бегут в плохую Россию. Это целенаправленная акция и за ней стоят заинтересованные люди. С женщинами и детьми сложнее бороться, поэтому срочно визовый въезд и депортация, комментирует Василий. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока.